Всем привет! Внимание, зритель! Мы хотим зарядить тебя положителями и эмоциями. И сделаем мы это с помощью наших сюжетов. Давайте смотреть и заряжаться вместе! Поехали! Сегодня в программе расскажем, как для учеников лицея «Надежда» прозвенел последний звонок. Побываем на отчетном концерте в музыкальной школе имени Леонтовича. Научимся разбираться в архитектурных стилях. И в завершении отправимся в путешествие в Варшаву. Оставайтесь с нами, будет интересно! Ученики лицея «Надежда» в этом учебном году самые везучие! Ведь для них последний звонок прозвенел раньше, чем для всех остальных школьников. Дорогие ребята, наберитесь терпения, ждать осталось недолго. А чтобы скрасить ожидания, давайте посмотрим, как лицеисты прощались со своим учебным заведением. Час Икс настал! Вот-вот и последний звонок известит учеников лицея «Надежда». А там, что не просто урок, а целая школьная жизнь подошла к своему хэппи-энду. Трудно описать словами все те чувства, которые переполняли учеников лицея, их родителей и учителей. Этот момент, который все с таким нетерпением ждали, был очень волнительным. Прощались с детством сегодня 58 лицеистов. Из них 7 медалистов, 4 золотых, 3 серебряных медалистов. 9 человек награждены грамотами Министерства образования и науки Украины за особые успехи в изучении отдельных предметов. Два человека закончили лицея на «Отлично». Индивидуальные приглашения получили наши выпускники от Донецкого национального технического университета и от Киевского национального университета, который мечтает здесь, в городе Красноармейске, открыть свои подготовительные курсы, чтобы потом добавить 10 баллов учащимся к поступлению в Киевский национальный университет. За два года учебы лицеисты получили в этом учебном заведении огромный багаж знаний, много полезных навыков и умений. Всегда стремиться навстречу своей мечте, несмотря ни на какие трудности и преграды. Вот главное, чему учат ребят в лицее «Надежда». Это помогает им становиться лучшими в разных интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях. Этот учебный год выделялся тем, что он был очень напряжен, очень был немножечко так нервной обстановки, потому что детей нагрузили 3 ЗНО сдать. Например, у меня гуманитарная группа, а многие пюльцари еще и математику, поэтому для детей 3 ЗНО в конце мая, плюс масса контрольных по другим предметам, но мы это выдержали, выстояли. Результаты у нас есть. Медалисты остались медалистами. Каждый ученик лицея с гордостью носит почетное звание лицеист и покидают любимое учебное заведение о ней с огромным чувством благодарности учителям и легкой грустью. Что вы сейчас чувствуете, прощаясь с лицеем? Одновременно и грусть, и радость, наверное. Грустно, что уже уходим и заканчивается этап жизни. С одной стороны, радостно, хочу чего-то нового. Сильно ли вы будете скучать? Очень. Почему? Потому что лицея стал для нас вторым домом, второй семьей. Впереди не просто экзамены, поступления и учеба в высших учебных заведениях. Это новая взрослая жизнь. Кто-то из них станет историком, кто-то философом, а кто-то инженером. Но самое главное, по мнению родителей, чтобы их дети нашли себя в этой жизни и чувствовали себя на своем месте. Чувствую, конечно, и удовольствие, и то, что мы закончили, и то, что мы пойдем, конечно, в тяжелую, такую трудную жизнь, да, она пойдет, но в то же время интересную, и что-то ребенок добьется, каких-то результатов, может быть, да, в жизни, которые тоже ей принесут удовольствие. Конечно, волнительный день, но и в то же время радостный. Гордость и волнение, и радость, что мой внук сегодня выпускной. Выпускник. Хочу ему, чтобы все у него на жизненном пути было прекрасно. И всем деткам желаю поступить, чтобы они учились, радовали родителей и бабушек, и дедушек. Перед тем, как покинуть стены лицея навсегда, девочки и мальчики поменялись ролями со своими преподавателями и провели прощальный урок для наставников. Лицеисты разыграли шуточные сценки и напоследок исполнили веселую песню. Эта встреча нам подарена судьбою. Мора, я решил пойти учиться в музыкальную школу. Чего это вдруг? Ну, а ты представь, в обычной школе учителя просят тишины, а в музыкальной школе наоборот. Можно пошуметь. Все с тобой понятно, Егор. Ну, а пока я не определился с выбором музыкального инструмента, давай посмотрим сюжет о концерте в музыкальной школе. Вот и настал конец учебного года, и ученики музыкальной школы решили показать, чем их научили за все время этого творческого сезона. Сотрящийся отчетный концерт в музыкальной школе имени Леонтовича под введение итогов учебного года. Это событие как финальный аккорд, и для музыкантов это возможность сыграть его красиво. Какое достижение на вашу мысль было главным в этом году? Трудно выделить одно достижение. Очень много достижений было. На разных отделах музыкальной школы и скрипачи много выступали, и ученики духового отделения, вокалисты, и народники – все достигали каких-то успехов. Но впереди, вот в конце этой недели, будет еще впервые проведенный в Красноармейске фестиваль народной музыки, на который приедут из окрестных городов и населенных пунктов. КОНЕЦ За этот год воспитанники музыкальной школы приняли участие во множестве концертов. Программа отчетного выступления включила в себя самые лучшие номера. Я испытала радость, что наступил конец учебного года. Я же занимаюсь пять лет, и к этому концерту мы готовились весь год, чтобы показать свои таланты, которые мы накопили за весь год. Я испытала эмоции хорошие, так как мы этот номер уже показывали на сольном концерте, поэтому страшно не было, но выступили хорошо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выступали солисты, дуэты и ансамбли. Все старались быть очень выразительными и не выбиваться из такта. Ученики музыкальной школы исполняли произведения известных композиторов Мирона Лыбе, Астара Пьецолы и других. Ансамбль «Одинокая гармонь», большинство участников которого преподаватели музыкальной школы исполнили веселые и лирические композиции. «Одинокая гармонь» Участники концерта продемонстрировали свои умения и порадовались успехом других. Сами получили удовольствие от выступлений и подарили радость услушателям. Все прошло на мажорной ноте. Ты знаешь, что такое балесины? Нет. А бельведер? О, Господи, нет. А Ева Танцева знает, ведь она делала сюжет на этой неделе про архитектуру. Давай посмотрим, что она нам может интересного рассказать об этом искусстве. Представь себе, идешь ты с другом по улице и говоришь, какая прекрасная динамика горизонтали и вертикали у этого сооружения. Трудно себе такое представить, да? В архитектуре и ее стилях не так уж и легко разобраться. Но сегодня мы попробуем стать хоть чуть-чуть просвещеннее в этом искусстве. Архитектура, ее стиль и особенности. Тема мероприятия в городской центральной библиотеке для учеников 14-й школы. Для девочек и мальчиков подготовили лекцию, которая по задумке авторов должна помочь ребятам ближе познакомиться с зодчеством и получить новые знания в этой области. Архитектура вообще это вид искусства, можно сказать, основополагающий. Потому что в архитектуре находят применение все и живопись, и скульптура, и все они становятся одиным ансамблем. Архитектура, в принципе, это определение только архи старший строитель, главный строитель. Но у нас, в Славян, есть такое определение зодчества. Мне оно даже больше нравится. Потому что зодчество здесь какой-то такой, есть внутренний смысл такой, более незатасканная архитектура. Все-таки архитектура, архитектура. Человек всю жизнь свое человечество борется, вернее, использует архитектуру для своих целей, чтобы укрыться от непогоды. Мы вот начинали, допустим, с тех же примитивных каких-то жилищ, там из мамонтовых костей и прочее, а дошли до этих огромных сооружений, которые сегодняшние высотные небоскребы и прочее. Но везде один вопрос, как укрыться от непогоды и как организовать свою жизнь в этом пространстве. В разные эпохи модные архитектурные сооружения меняются. Как же научиться их различать? Итак, если сооружение отличается строгостью, прямотой, симметричностью и большими крупными колоннами, это классицизм. Если ко всему этому добавить торжественности, то это будет ампир. Здание, напоминающее десерт со взбитыми сливками, политый золотом, украшенный атлантами, барокко. Если вам кажется, что здание с вами кокетничает, капризно поджимает губки и поправляет изящные золотые украшения и завитки, то это рококо. В квадратной башне все тонкое и высокое – это готика. Обратите внимание узкие окна, высокие башни, с которыми можно было наблюдать за приближающимися врагом. Для романского стиля характерны полуциркульные своды, массивные конструкции и приземенность пропорции. Еще для ребят устроили небольшую экскурсию по самым удивительным архитектурным сооружениям в мире. Вьющиеся, спирали видные, кубические, каких только форм не выдумывают. В Дубае есть отель в форме парусника, который находится на маленьком островке. А в польском городе Сапот есть кривой дом, без прямых углов. Таких шедевров на нашей планете очень много. У меня вообще дядя, архитектор, он в Киеве, работает архитектором, Павел Фатерин, а еще брат тоже, Александр Фатерин. Он учится на архитектора. И мне как бы это нравится, да. Ну и я думаю, в будущем буду стараться и хочу стать архитектором. Мне понравилось слушать сегодня, как рассказывали про разнообразные здания, потому что мне было интересно, вот насколько разнообразен мир. И мне было интересно послушать, какие архитекторы именно делали эти дома. Мне бы хотела жить в перевернутом доме, потому что это интересно узнать, как это верх ногами жить. А напоследок ребята получили задание. Нарисовать дом, который им больше всего понравился. С чем у тебя ассоциируется Польша? С Пше. Будь здоров. Спасибо, но я не чихал. Просто поляки пшекают. Будь здоров. Да не чихал я. Господи, давай смотреть следующий сюжет, а то это будет долго продолжаться. Пше. Все любят путешествовать. И чаще всего путешественники задаются вопросом, куда ехать. Я предлагаю отправиться в Польшу. А что именно увидеть и куда обязательно нужно сходить, расскажет нам Настя Грещук. Да-да-да, дорогие друзья, я все расскажу, покажу. Все обо всем узнают. Все будет хорошо. Настя, успокойся. Я корреспондент. Я у тебя беру интервью. Я задаю вопросы. Хорошо? Ладно. Ладно, ладно. Ох, эти бывшие корреспонденты. Вава так ласково называют поляки столицу своего государства. Варшава – один из крупнейших европейских городов, расположенный на берегах реки Висла. Настя Грещук прошлой осенью отправилась туда получить профессию дипломата. И сразу же по приезду почувствовала себя, как в сказке. У меня улица называется Кшанжа-Попылюшки. И Попылюшки, я не знаю, если так подумать, ну, с украинского языка, это как будто Золушки. Улица Золушки. Я просто тогда еще первый день я так внедрялась в историю. Вот. Я так думаю, вот, блин, живу на такой сказочной улице. Улица Золушки. И еще напротив моего окна стоял фонарь. Фонарь, сиреневая лампочка была и зеленая. И вся комната ночью полностью была освещена зелено-сиреневым цветом. И я такая думаю, я приехала. Улица Золушки. Это комната зелено-сиреневая. Потом на следующий день я прочитала, кто такой Кшанжи-Попылюшкин. Это, в общем, там, монах. А потом этот фонарь на следующий день снесли. И поэтому моя сказка сразу обрушилась. Однако на этом сказке не пришел конец. Символами многих польских городов являются сказочные персонажи. К примеру, герб Варшавы – русалка с мечом и щитом в руках. Еще здесь есть улица Винни-Пуха. Но все же главный интерес для туристов представляет старый город, который поляки называют «Старое място». На самом деле эта часть Варшавы очень даже молодая. Ведь во время Второй мировой войны город был практически разрушен. 85% Варшавы было полностью разрушено. Даже после Второй мировой войны думали перенести столицу, потому что практически вся Варшава была разрушена. Но в итоге потом усилия людей так повстали, чтобы восстанавливать Варшаву. Ее восстанавливали по картинам, по рассказам людей, по каким-то фотографиям старым. Восстанавливали буквально по кирпичику каждый домик в этом старом городе. И ты идешь по брусчатке, смотришь на эти кукольные, сказочные, я не знаю, пряничные домики. Я их по-разному называю. Очень мне там нравится атмосфера. Очень много костелов в этом старом мясе. И ты идешь, ну просто, не знаю, любуешься. Первое, что видишь, выходя из Варшавского вокзала, это Сталинская высотка. Это самое знаменитое здание Польши. Его высота – 234,5 метра. Было возведено, как символ польско-советской дружбы. Говорят, что изначально поляки думали, что это будет церковь. Жемчужина, наверное, всей Польши, всей Варшавы, как бы это странно ни было, это подарок Сталина. Подарок Сталина. После Второй мировой войны Сталин подарил Варшаве огромное-огромное-огромное здание, самое высокое в Польше, 42 этажа. Его строило 3,5 тысячи рабочих, ну, с Советского Союза туда пригоняли рабочую силу. Называют в Польше Сталинка, а вообще это Дом культуры и науки. И это здание даже входит в десятку самых высоких зданий в Европе. Там есть смотровая площадка, театр, университет. Вообще, ну, сейчас там очень много офисов. И когда ты приезжаешь в Варшаву, то есть, я думаю, с любой точки, где бы я ни была, даже на тех же окраинах, везде видно эту макушку этого здания. А еще в Варшаве можно почитать книжку в необыкновенном саду, прямо на крыше библиотеки Варшавского университета. Сюда приходят не только студенты. И если честно, то читать там при всем желании не получится, потому что отвлекают причудливые растения и открывающиеся пейзажи. Она, правда, открывается, естественно, когда уже тепло, но это очень интересное такое зрелище. Во-первых, вид на Вислу, это река. Вид на Вислу, на город и на крыше. Там трава, зелень, лавочки. Там есть даже такие места для влюбленных. Там идешь по тропинке, заходишь, там лавочка маленькая, там влюбленные. Я представляю, как это классно сидеть там, наслаждаться жизнью, такими романтическими моментами. Вот, и все зеленое. В Варшаве тоже есть бинокль. Можно с него смотреть на город, на вид, который там открывается. Вообще здоровское место. И все это бесплатно. Не имея ни гроша в кармане, в Варшаве можно интересно провести время и приобщиться к культуре. К примеру, посетить музей Шопена. В Варшаве очень много бесплатных дней для посещения музея. То есть в понедельник там один десяток музеев бесплатных, во вторник там два других бесплатных. Ну, в общем, вот так вот. Можно посещать бесплатно. Я тоже пошла, думаю, ну, надо как-то оккультуриваться, развиваться. Думаю, пойду я в музей. Но я как бы не ожидала, что там настолько будет интересно. Очень много эмоций получила. Во-первых, потому что там все можно трогать. Там нет вот этих ограничений, табличек, красных нитей, что нельзя заходить, нельзя трогать. Там стоит фортепиано. Мне очень это запомнило. Стоит фортепиано и ноты рядом. Ты можешь ставить на это фортепиано ноты и открывать страницу, и это будет играть. То есть вообще так интересно. Какие-то комнаты есть такие стеклянные, ты в них заходишь, люди не слышат, что там играют. А эти комнаты не закрываются. То есть там проход, вот, а вокруг все стеклянное. Ты туда заходишь, там ты слышишь какую-то красивую композицию, а люди не слышат, которые мимо идут. Очень интересно. В Варшаве очень многое связано с именем Фредерика Шопена. В честь польского композитора называют филармонии, улицы, театры, учебные заведения и аэропорты. А его музыка раздается не только на концертах. В Варшаве ты идешь, и есть такие лавочки, гранитные лавочки, и на них можно нажимать на кнопочки, там вот их как бы не видно, ты нажимаешь, и начинает играть музыка. Разные, да, разные композиции Шопена. Вдоль наслушавшись музыки Шопена, можно прогрузиться в мир экспериментов. В центре науки Коперник в Варшаве можно посетить театр высоких напряжений, театр роботов и не только. Это удивительное место, которое позволяет приобрести новые навыки и узнать много чего интересного. Там, во-первых, все можно ощупать, трогать, самому проводить эксперименты. Там был такой робот, ты становишься и смотришь в камеру, тебя фотографирует этот робот, а потом он сам начинает, вот у него есть ручка, и он начинает рисовать тебя. Это так прикольно, на твоих глазах, как неживое существо, и начинает тебя рисовать, твой портрет. Одной наукой сыт не будешь, да и не получится в Варшаве голодать. Сэкономленные на посещение музеев деньги, можно потратить на польские вкусности. Кухня здесь сочетает в себе приготовление различных видов мяса, каши и пирогов. Также Польша славится своим сыром, который является традиционным продуктом. Улицы пахнут сыром, потому что в Польше очень вкусный сыр, который, они его коптят, и он запатентован, то есть ни в какой другой стране вы не можете попробовать этот сыр, а только вот в Польше. И это очень-очень-очень вкусно, его еще подают с джемом. Такое классное сочетание вкусов. Жители столицы Польши очень позитивны и гостеприимны. А еще Настя очень близок по духу, ритм жизни Варшавы. На самом деле в Польше как жизнь бурлит по выходным. Ты идешь, очень много каких-то фестивалей, все нарядные, все там бегают, танцуют, но именно нет какой-то спешки. Там они наслаждаются каждой минутой, что они живут. Они идут в развалочку, они, не знаю, дышат этим городом и не чувствуются, что тут живет два с половиной миллиона людей. Такое ощущение, что ты просто идешь. Даже когда я на учебу иду, я люблю даже ходить пешком. Хотя мне идти 40 минут, но я иду пешком и тоже наслаждаюсь. Это какая-то свобода, что ли, в душе. Это очень интересный город, радушно встречающий людей. Столица Польши полна сюрпризов и Грещук чистосердечно признается. Я обожаю Варшаву! Уже через неделю будет новая подзарядка положительными эмоциями. Мы будем ждать вас у телевизора в 9 часов вечера. Увидимся! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!